Девушки отдыхают Чистая обувь прежде всего, прошу Мы хотим тебя спросить Опять? Милости просим, сам я за свободу слова Так что любыми сведениями охотно поделюсь А чтобы вам и обувку не вычистить по случаю Да, сапог на мне нет, но могу надеть В таком случае воспользуюсь приглашением Один мой друг говорил, что обувь должна быть столь же чиста, как душа Обувь, зеркало души Отличный слоган Ты носил письма мужчине в сюртуке? Помнишь такого? Ну конечно, я молодой, на память не жалуюсь, но... Если ты хотел сказать, что эти сведения не бесплатные, ничего не выйдет Откуда ты эти письма брал? Нищие приносили Слушай, эти нищие, ты о них что-нибудь знаешь? Сколько их было? Ну, четверо, каждый принес по письму Только четверо, пятого точно не было Считать-то я умею Знаешь что-нибудь еще? Может, у них было что-то общее? Какое у них общее? Они все разные У кого-то башмаки от разных пар Кто и вовсе без башмаков А, я знаю, что у них общего У них у всех нет дома Малец, я сейчас потеряю терпение Напряги память Откуда у этих нищих были письма? Они их брали откуда-то? Не знаю я Приходили, отдавали мне письма и уходили Я ни о чем их не спрашивал Геральт, позволь мне задать вопрос Послушай, я с радостью приготовлю для тебя еще банку полироля Но ты соберись и ответь как можно точнее Ты знаешь, где их искать? Ну, в ночлежке, наверное Где это? Так это каждый знает Тут недалеко Вот по этой лестнице, а потом направо Спасибо Вот тебе за труды Придется нам поискать эту ночлежку Убирайся отсюда с этим своим приютом, ясно? Это порядочные районы И тут грязи А тебе тут чего? Поговорить хотел Поговорить не пол... Господа Спокойней Или ты сам уберешься отсюда с этими твоими пшивыми нищими Или мы тебе поможем Кончилось наше терпение Не будет тут никакой ночлег Пшли в... Порядочные люди? А? Ты с... Это... Больно, сука! Чтоб мне так хотелось, как мне не хочется Добро Намек понял Валим отсюда Сердечно благодарю вас за помощь Я пытался их уризонить Но опасаюсь, что если б не вы Быть бы мне битым Безмерно вам Обязательно Это соседи Послушай, мы ищем человека, у которого... Для чистильщика? Я его знаю Славный мальчик Кто из твоих подопечных недавно с ним встречался? Или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать Но вы подождите немного Скоро все начнут подходить за едой Сами с ними и поговорите Мы подождем Спасибо за предложение Дорогие мои Прежде чем я подам вам суп Два этих... Что я буду вперед лезть? Сказано было, никому про письма не расск... Но мне это ты рассказать можешь? У тебя было письмо И ты... А у меня до сих пор письмо Я его отдам только через два дня после святого Варнавы Давай письма Давай Это дело государственной важности Я с тобой цацкаться не стану Но я его должен отдать собственные руки Никому не показывать Так сказала та госпожа Грозная была Лучше всего помогать тем Кто справедлив и честен Эти люди очень помогли Не только мне Но и вам всем Если кто-то вам угрожал Вы не обязаны держать данное слово Ладно Тогда держи Самому тащиться не придется Там вечно такая грязь Зараза Что? Действительно пятая фамилия? Сам посмотри Ну и ну Скажу тебе Даже я такого не ожидал В этот раз ты займешься княгиней Похоже на то Что мы недооценили Сиану Судя по всему Детлов должен был буквально Вырвать ей сердце Но сперва Сверни ей шею Увлекательно Княгиня была последней целью Детлова Сиана это спланировала с самого начала Определенно Все логично, Геральт Сперва четыре вроде бы случайных трупа Достаточно, чтобы люди заговорили О бестии Мстители Сиана отомстила Не привлекая к себе никаких подозрений А последней должна была стать княгиня Если бы ей удалось довести план до конца Никто бы не усомнился в том Что Анагенриет опала жертвой собственных проступков Весь Баклер знал, что княгиня не слишком сострадательна Этим бы ее смерти объяснили Зачем бы сиянию убивать сестру Из жажды власти? Из зависти? Из врожденной склонности к злу? Да, да и еще раз да Все три объяснения годятся И не исключают друг друга Ну что теперь? Теперь мы выпьем Разве что ты, как справедливый ведьмак Решишься рассказать княгине о нашей находке Думаю, Анагенриетта все-таки должна все узнать Как знаешь Я подожду тебя на Мэр Ла Шес В компании горячего отвара из Мандрагоры Ты не пойдешь? Нет После всего, что здесь устроил Дэтлов Тем более после смерти Сианы Я предпочитаю во дворце не показываться Может и к лучшему Тогда до встречи Прежде чем идти во дворец Проверь, нет ли Анагенриетты на городском кладбище После похорон она много времени проводит на могиле сестры Эй, дим, чего говорить? Ох, тяжко Ой, тяжко Ох, тяжко ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА До чего ж кости ломит? А ты что здесь делаешь? Забыл? Что убийца, которого ты должен был покарать, бежал. А сестра книги не убита. Уверяю тебя, я бы не пришел сюда просто так. Но я узнал нечто, что может заинтересовать Анну Генриэтту. Сперва докажи это мне. У меня есть письмо, которое Сиана написала убийце. Хорошо, входи. Не твою сестру убили, Лютик. Поэтому тебе легко говорить. Моя жизнь тоже не была усыпана розами. Да, мою сестру не убивали и не было у меня сестры. Но я много раз терял... Неважно. Ваша милость. Как ты смеешь приходить сюда после того, что произошло? Спокойно. Спокойно. Геральт наверняка здесь не просто так. Правда, Геральт? Я пришел не за тем, чтобы вас раздражать, госпожа. Но я нашел письмо, которое вам следовало бы прочесть. Ты не будешь мне указывать, что я должна делать. Это письмо, которое Сиана написала убийце. Может, тебе и правда стоит его прочесть? Вдруг это важно? Лютик, прочти его. Слух для меня. Теперь займись княгиней. Анна Генриетта понятия не имеет, что такое сочувствие. Ее сердце холодно. Ты вырвешь кусок льда из ее груди. Моя сестра не могла такого написать. Есть доказательства. Нет. Не верю. Кто-то хочет очернить ее в моих глазах. Я не допущу этого. Вы слышите меня? Спокойно, Анна Генриетта. Все хорошо. Нужно уничтожить это гнусное письмо. Слышишь? Чтобы никто никогда его не прочитал. Никогда. Я так и сделаю. А ты убирайся отсюда. Это все ты виноват. Убирайся, слышишь? Не желаю тебя больше видеть. Никогда не поверю, что она была способна на что-то подобное. Лютик, скажи, что это неправда. Скажи, что это неправда. Геральт, уйди же, прошу тебя. Сейчас княгине нужен покой. Геральт, уйди же, прошу тебя. Она обрушила на меня весь калейдоскоп своих эмоций. В ускоренном режиме. Как я понимаю, она не бросилась тебе на шею в благодарность за спасение от сестры-убийцы? Ты правильно понимаешь. Я не удивлен. Хорошо присутствие Лютика смягчило ситуацию. Как ты догадываешься, Сиана была мне не слишком симпатична. И все-таки мне очень жаль, что я не смог ее защитить. А что ты? Все еще винишь в случившемся себя? Гложет. Все еще гложет. Ну, тогда выпей. Баклеру больше ничего не грозит. Но меня вот что интересует. Дэтлов жив. Как думаешь, Анне Генриете еще может угрожать опасность? Нет. В его понимании, он больше ничего не должен сиане. Нет причин нападать на кого-то еще или дальше оставаться в Баклере. Я надеюсь. Хотя мне на его месте было бы жаль уезжать. Ах, холера. До чего тут красиво. Невероятный букет. Мягкое раскрытие. И неожиданное послевкусие. Ты не находишь? Я не силен в дегустациях. Ну, так самое время начать обучение. В конце концов, винодельня Корвобьянка твоя. Между прочим, я оставил в твоем новом доме небольшой подарок. На столике у кровати. Спасибо. Может, скажешь, что это? Так, безделушка. Но может оказаться полезно, если вдруг понадобятся мутагены. Кстати, ты не думал, что будешь делать с Корвобьянка? Повесишь мечи на гвоздь и посвятишь себя заботам о виноградниках? Нет. Такая жизнь не для меня. Может, я и буду забредать туда, ну, там, перезимовать, выпить вина. Но мне нужно движение. Быть Ведьмаком — это не вопрос выбора. Ведьмаком ты остаешься на всю жизнь. Нельзя вот так взять и перестать быть Ведьмаком. Потом еще есть для меня работа. Гули сами не переведутся. А ты? Ты случайно не хочешь управлять винодельней? Мне льстит это предложение, но... Нет. Я тоже не создан для домашних тапочек. Забавно. Каждый раз, когда мы встречаемся, происходит что-то потрясающее. Помнишь, как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда, спрятавшись в пещере и вокруг бушевала вьюга? Как я могу забыть? Мы отправились спасать Цири из лап Вильгефорца. Как раз встреча с Вильгефорцем я вспоминаю с наименьшим удовольствием. Но тогдашнее пребывание в Баклере было более спокойным, чем это. Тогда нам казалось, что это сказочные земли. А проблема здесь может быть одна. Недостаточно вместительный винный погреб. Видимость, Геральт. Видимость. А она, по обычаю мамунов и доплеров, обманчива. А что, собственно, стало с Вильгефорцем? Я убил его, но, признаюсь, это было нелегко. Не хочется мне никуда идти. Посидим здесь еще немного, дружище. Посидим, мой друг. Мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok